МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Искусствоведы уверены, почти все шедевры дошли до нас не в авторском виде, а с серьёзными поправками. У Моны Лизы да Винчи и ночного дозора Рембрандта подогнуты края, и мы никогда уже не увидим эти картины целиком. Почему одним произведением искусства суждено страдать от рук вандалов, и хранители музеев должны придумывать всё новые способы защиты бесценных полотен? А другие, не менее ценные, спокойно путешествуют по выставкам и возвращаются в музеи целыми и невредимыми. Быть может, нападения связаны с сюжетом картины? Определённая картина попадает на определённый психотип какой-то или на его состояние в этот момент. Вот, из-за этого это и происходит. И он не может справиться с переживаемым чувством или эмоцией, и он кидается уничтожить, чтобы спасти мир от этой гадости, или спасти себя от этого кошмара, который вызвал в нём очень болезненную цепь воспоминаний и привёл к обострению. 16 января 1913 года в Третьяковскую галерею пришёл человек. Несколько минут разглядывал боярню Морозова Сурикова. Потом вдруг решительно развернулся, подскочил к картине Репина «Иван Грозный и сын его Иван» и, молниеносно выхватив сапожный нож, нанёс полотну три удара. Он может просто, например, не выдержать вот такого своеобразного шока перед картиной. Осознавая её уникальность, участвуя в этом ритуале, он может, ну, как-то неадекватно себя повести. С другой стороны, есть люди, которые просто пользуются этой уникальностью, этой выделенностью картины, её ценностью. Они за счёт этой ценности, они хотят к ней приобщиться. Схваченный в галерее вандал, 29-летний Балашов оказался старообрядцем, к тому же достаточно известным в Москве иконописцем. Много раз он видел эту работу и шёл только на эту работу снова. Вот мимо шёл и рассматривал эту работу, как там он изобразил, ну, вот эти руки окровавлены его, умирающая жизнь, уходящая жизнь, и он это всё впитывал, впитывал. Он там был, ну, много раз очень там был. Балашов был задержан, освидетельствован врачами, признан сумасшедшим и помещен в центральный приёмный покой для душевнобольных. Восстановлением картины занимался сам Игорь Грабарь, чьё имя носят теперь знаменитые на весь мир российские реставрационные мастерские. Грабарь собственноручно подготовил полотно, и пригласил Илью Репина, чтобы тот сам восстановил произведение. Но с момента создания шедевра прошло уже 20 лет. Видимо, взгляды знаменитого художника на мир сильно изменились. Вместо того, чтобы аккуратно нанести краску только там, где были порезы, Репин полностью переписал лицо Ивана Грозного. Когда утром Грабарь вошёл, он был в ужасе, и тут же схватил растворитель для того, чтобы удалять это новое лицо Ивана Грозного. И он очень радовался, что он успел это сделать, пока краски не высохли, и он смог удалить, не повредив нижележащий слой оригинальной живописи. И затем он выполнил тонировки акварельными красками, и вот как мы сейчас видим в Третьяковке, этих разрывов практически не видно. То есть тонировки и в цвете, и в тоне до сих пор совпадают с авторской живой. Картина Диего Веласкеса «Венера перед зеркалом» также стала жертвой нападения. Её тоже исполосовали ножом. Но на этот раз, во имя борьбы за права женщин, картина не случайно привлекла внимание суфражистки Мэри Ричардсон. Эта картина очень красивая, она по цвету необыкновенно красивая. Но когда её вывешивали в музеях, когда её вывешивали на выставках вообще, тоже с ней происходили очень необычные вещи, потому что если долго на неё смотреть, люди сходили с ума от этой красоты, от всего божественного такого. Как писала пресса того времени, 10 марта 1914 года в зал Лондонской национальной галереи, где висела картина «Вошла девушка». Она ничем не выделялась из толпы обычных посетителей музея. Подойдя к творению великого испанца, она выхватила из-за пазухи тесак и набросилась на Венеру. Картина серьёзно пострадала. Шутка ли? Семь ударов ножом. На допросе девушка призналась, что совершила акт вандализма в знак протеста против ареста своей подруги Эмилин Панкхерст, самой известной в Британии защитнице прав женщин. Англичане были потрясены. Журналисты тут же прозвали Мэри Ричардсон «Мэри-потрошительницей», по аналогии со знаменитым убийцей по имени Джек. Получить известность, делая какие-то благие вещи, гораздо сложнее, чем совершая плохой поступок, всё это мы знаем. И, к сожалению, люди, которые не совсем контролируют своё поведение, не могут предсказать последствия этого поступка, часто совершают вот такой вот экстремальный шаг, привлекая к себе внимание. Это какой-то такой комплекс герострата. То есть, когда люди хотят таким образом прославиться, они их возбуждают тот факт, что эта картина очень известна, и что, уничтожив её, они таким образом попадут в историю. Ричардсон добилась своего. Мемуары Мэри-потрошительницы под названием «Смешной вызов», автобиография сражающейся суфражистки, изрезавшей знаменитую Венеру зеркалом в Национальной галерее, до сих пор пользуются спросом в книжных магазинах всего мира. Специалисты придерживаются мнения, что на произведение искусства нападают люди, имеющие тяжёлые душевные патологии или детские психические травмы. Какими бы мотивами они впоследствии не оправдывали свой поступок? В Мюнхене был человек, которого прозвали «кислотный маньяк», который в общей сложности испортил около 56 произведений в Мюнхенской пинокотеке, в том числе три произведения Дюрера. Это могут быть галлюцинатурные расстройства, например, голос пациенту приказывает «иди, уничтожь эту картину» или «иди, разбей статую». При отсутствии критики, то есть при психотическом состоянии, человек идёт и совершает. Особые отношения у подобных вандалов к картинам с обнажённой натурой. Потому что многие видели в жизни обнажённые тела и получали от этого удовольствие. Но когда это выносится на обозрение, когда это становится предметом искусства, многим неловко признаться, что это нравится, или они включаются и видят в этом просто обнажёнку, а не произведение искусства. Мы прекрасно помним, как в 20-е годы были попытки одеть татуи летнего сада, в трусы, бюстгальтеры и так далее. Такое движение было. Потом это всё, к счастью, прекратилось. Центр считает, что изображение обнажённого тела, к примеру, это греховное, его не должны видеть дети, и делает это из благих, но бредовых, как мы говорим, соображений. Посетитель музея Фи Цуильяма в британском Кембридже разбил сервиз из трёх китайских ваз династии Цинь, наступив на развязавшийся шнурок ботинка. Приблизительная стоимость уничтоженного – около 30 миллионов долларов. Картину Клода Моне «Мост в Аржантее» случайно испортили подвыпившие молодые люди. В музее Милуоки в США расстроенный посетитель стукнул кулаком по картине вонения «Триумф Давида», а затем сорвал произведение со стены и стал топтать его ногами. Так стоит ли экспонировать шедевры без охраны и брони? Рекордсменом по числу покушений и увечий стала знаменитая Джоконда Леонардо да Винчи. На неё нападали четыре раза. Площадка перед портретом стала своеобразной ареной и для хулиганов, и для желающих войти в историю, и для протестующих. Она так на нас всех снисходительно смотрит. То есть и это не переносят люди, берут ножики там и режут. Было много же нападений, особенно наш русский один был и японцы. Она настолько прекрасна, что люди с такой неустойчивой психикой, они не могут вот спокойно воспринимать и наслаждаться этой красотой. Им хочется это как-то убить, как-то вот от этого отстраниться. Последний такой случай был зафиксирован четыре года назад. Россиянка бросила в Мону Лизу пустой чашкой. В музей женщина пришла в расстроенных чувствах, поскольку ранее французские власти отказались предоставить ей гражданство. Правда, картина не пострадала. Чашка разбилась о бронированную витрину. Кстати, искусствоведы считают, что вандалов привлекает не сюжет картины, а как раз беспрецедентные меры безопасности или скандальная известность шедевра. Мне кажется, что вот подобные конструкции, как в Лувре, которые защищают произведение как-то дополнительно, увеличивают дистанцию даже физическую, мне кажется, они тем самым искусственно подогревают вот эту ауру. То есть произведение не просто становится недоступным в художественном смысле, но оно даже вот ощутимо недоступно в физическом ключе. Об этом не принято говорить открыто. Но среди музейных работников ходит слух, что зачастую даже забронированными стеклами и специальным ограждением мы видим подделки. Оригиналы же хранятся в запасниках. Есть версия, что та же Мона Лиза – искусная копия, сделанная в начале прошлого века в Италии. Тогда картину чуть ли не год возили по всей стране после громкого похищения сотрудником Лувра Винченцо Перуджи. Тот якобы хотел вернуть полотно на родину – в Италию. Некоторые музейные сотрудники говорят о том, что для того, чтобы наилучшим образом сохранить произведение, надо их убрать в запасники и вообще никому не показывать. Тогда они точно будут жить долго и счастливо, они будут пылиться, портиться. Кто на них не будет нападать? А в музей повесить реплики или копии? Одно время власти Франции даже хотели открыть специальную галерею единственной картины – Мона Лизы. Ведь люди зачастую приходят не для того, чтобы посмотреть на картину, а чтобы сказать, что они ее видели. Отметиться обязательной экскурсией. Такой вот подлинный факт, что когда была украдена Мона Лиза в Лувре, в течение там полутора, двух или трех месяцев ее не было, очередь посмотреть на эту дырку была в полтора раза больше, чем обычная очередь посмотреть на картину. К картине Хелен Франкентальев прикрепили жвачку школьники, которая разъела краску, и осталось круглое пятно диаметром около 10 сантиметров. Однажды картины Пикассо на выставке в Риме человек ходил и протыкал карандашом. Чьи-то хулиганства, дурная шутка или истерика для реставраторов оборачиваются годами, десятилетиями кропотливого труда. Последний случай в Тейт Гэллери. Картину Марк Ротко выходец из Украины, списал, значит, ручкой шариковой. Раньше, впечатлившись, люди падали в обморок, а теперь, значит, пытаются уничтожить искусство. Имена спасителей испорченных произведений можно найти мелким шрифтом только в музейных архивах. Например, это Евгений Герасимов и Татьяна Алешина, которые спасли шедевр Рембрандта, знаменитую Данаю. 15 июня 1985 года житель Литвы Бронюс Майгес зашел в один из залов Эрмитажа, нашел самую ценную картину и плеснул на полотно серной кислотой. Это обязательно, вот, есть вот такие люди, же маньяки, которые охотятся за самыми ценными работами, самыми важными. Эти люди есть, их не вычислишь, их не остановишь ничем. Впоследствии экспертиза действительно признала Майгеса душевно больным. Картина пострадала серьезно. Особенно ее центральная часть – изображение женской фигуры. Кислота образовала в живописном слое глубокие борозды. В них затекла темная краска, смешанная с лаком и водой. Реставрация картины заняла около 15 лет, потому что были очень серьезные повреждения, было повреждено около 20% поверхности живописи. Только на устранение натеков с картины ушло более двух лет. Даная вновь предстала перед гостями музея, уже под бронированным стеклом. А вандал Майгес до сих пор в психиатрической больнице. Существует еще одна группа вандалов. Это непризнанные художники. Такие, как Александр Бреннер. Он нарисовал на картине Малевича супрематизм «Знак доллара». Таким образом, якобы выразил свой протест против коммерческого искусства. Теми, кто фанатично портит картины, движет только одно сильное чувство – зависть. Зависть к красоте и таланту. И это не лечится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин